Всем привет! С вами канал Назар Вечает. И сегодня я хотел бы вам рассказать о приключениях, которые со мной произошли недавно. И я хотел бы с вами им поделиться. Вот, пожалуйста. Вот сейчас я камеру не беру. Что вы от меня хотите? Я сейчас пешеход. Вот сотрудник ДПС ГИБДД. Я приехал, припарковал, поставил машину, подошел сюда, вы ко мне пристаете. Вот здесь вот люди сидят, свидетели. Посмотрите. Вот у меня есть свидетели. Я с вами никуда не пойду. Я пришел подстригаться. Если у меня есть какое-то правонарушение, я законопослушный гражданин, я готов это оплатить. Выписывайте мне дистанцию. Итак вот, я приехал. Все началось с того, что я искал парковочное место. Минуту две вот так по кругу ездил, по улице. Мог найти. Нашел парковочное место, заехал, припарковался. У меня цель была пойти по телевизору в парикмахерской. Только собираюсь выходить из машины, ко мне подбегает сотрудник полиции с требованием, чтобы я придавил ему документы. Выхожу из машины, говорю, какие документы. Типа я что-то нарушил, где-то там выполнил какой-то разворот через сплошную или еще что-то. С чем я был абсолютно не согласен. И я продолжил стоять на своем. И свое я отстоял. Это самое главное. Так вот, когда я выходил из машины, естественно, он говорит, ваше водительское удостоверение и т.д. и т.п. Я говорю, для чего? Он говорит, типа, потом узнаешь, как бы не говорит. Для чего, что, почему и как. Так, ну, я ему в машине, как бы, вот достал водительское, достал ПТС, вот так с рук из машины показал, типа, вот машина, как бы, моя, вот мое водительское удостоверение, в руки я вам ничего не дам. Спрятал машину, закрыл дверь, заблокировал. Он, естественно, не хотел, чтобы я этого делал, как-то всячески пытался меня остановить. Но я говорю, я спешу, у меня дела, все, до свидания, я пошел. Я пешеход, говорю, что вы сейчас с меня хотите? Вы меня не остановили, когда я ехал на машине. Я просто вышел из машины, и вы ко мне подбежали. Я дошел до парикмахерской, я не включал видеокамеру до тех пор, пока он не начал хватать меня за руку. Когда он начал хватать меня за руку, я достал видеокамеру, отошел от него на два шага, достал видеокамеру и включил. Смотрим, что было дальше. Что? Какой материал? Покажите мне какое-то подтверждение того, что я нарушил. Как я могу составить? Вот вы кто? Вот Виталий и все, правильно? Да. Ну а дальше есть какие-то фамилии, имя, имя, что? Баско Виталий Виталий, с дата рождения 30.01.1994. Ну и документы. Вот, смотрите, документ, я вам могу предоставить свой военный билет, если вам это нужно, потому что военный билет удостоверяет личность, правильно? Вы говорите, что вы не знаете, кто я такой. Вот, пожалуйста, мой военный билет. Он хотел просто выписать мне штраф, составить протокол. Для этого ему нужны были мои документы. Мне это не надо было. Говорю, если я что-то нарушил, у вас должны быть какие-то видеодоказательства, фотоотчет какой-то, еще что-то. Пожалуйста, там, выпишите мне штраф. Ради бога, я зайду в госуслуги, заплачу свой штраф и все, вопросов нет. Он же хотел занимать мое личное время, выписывать какой-то протокол и так далее. На что я ответил отказом, типа, он пошел разговор, может быть, я вообще там преступник или еще что-то, типа документ удостоверения личности. Я достал свой военный билет. А у нас в государстве, как правило, три документа удостоверяют личности. Это паспорт, водительское удостоверение и военный билет. Я достал ему военный билет, предоставил свой военный билет. Он взял мой военный билет. И что было дальше, смотрим. Если я что-то нарушу, у вас должны быть какие-то основания. Выписывайте мне протокол, я приду. А куда вы забрали мои документы? Сейчас инспектор ДПС забрал мой военный билет, я это снял на видеокамеру. Ну так вот, он забрал мой военный билет и направлялся к моей машине. Он немножко отошел, как было видно в видео. Я немножко проследовал за ним, чтобы уточнить, куда он идет с моими документами. Как я понял, он хотел, чтобы я дошел с ним до машины. И в обмен на права я забрал свой военный билет. Такие номера у нас не прокатят. Я просто развернулся и пошел подстригаться. Минуты через три он вернулся, постучал в дверь. Я вышел, мы с ним побеседовали. Он сказал мне, что так делать не надо. И т.д. и т.п. Вернул мне мой военный билет. Вот такое спонтанное и неожиданное видео получилось. Что ж, я надеюсь, что вам все понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайки. Это очень важно для нас, чтобы мы увидели, что вы цените наш контент. Будем рады новым подписчикам. Рассказывайте про нас с друзьями. Мы постараемся снимать все больше и больше новых интересных видео и различных историй из нашей жизни. Всем спасибо. Всем пока. С вами был Назар.